Девушки со странностями Издательство определили ее как неформат, потому что это молодежный роман, довольно скользкая тема, довольно резкий, о лесбийской любви. И лишь одно московское издательство рискнуло меня взять, но грянул кризис 2008 года, осенний, и мы разорвали контракт, и чтобы книга все-таки увидела свет, я выпустила ее за свой счет. Чтобы сэкономить, Виктории пришлось осваивать профессию верстальщика, а также самой позировать для обложки. В оформлении книги Вике помогала подруга. Я снимала фото для обложки, процесс проходил в достаточно веселой атмосфере, и у меня была сложная задача, мне необходимо было одновременно и снимать, и позировать. Девушки со странностями – это ироничный эротический опус, юмористическая драма о взаимоотношении молодежи, о загадочной женской душе, о Париже и любви. Мне захотелось написать о Франции, о парижской молодежи. Место действия – Франция, Париж, Сен-Монде, Германия. Я училась в Париже, по образованию я переводчик французского, поэтому я знала, о чем пишу. Ты планируешь переводить книгу на французский язык? Да, только переводить, конечно, буду не я, а переводчик француз, но я обязательно все проверю. У твоей книги есть продолжение? Да, оно в процессе редактирования, и если первая книга продастся, я выпущу вторую. А где ее вообще можно приобрести? Я точно знаю, что у Владивостока она есть в книжном магазине на Универсаме и на Уговой. И вот книга издана и стоит на полке в магазине в ожидании своего читателя. Виктория надеется, что ее пример вдохновит молодых авторов, ведь нет ничего невозможного. Выпускать книги за свой счет – это неплохой вариант для тех, кто не вписывается в формат или не хочет ни от кого зависеть. И к тому же, если вам удастся реализовать весь тираж, вы получите большую прибыль, чем предполагаемый гонорар в издательстве. Разумеется, я печаталась прежде всего не ради денег. Законченные книги – это как повзрослевшие дети их. Нужно отпускать, чтобы они жили своей жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова